Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Сегодня мы захотели начать разговор, и, как всегда, это будет разговор не в одну передачу, а в несколько, об одной из, наверное, самых противоречивых книг Священного Писания, о книге «Экклезиаста». Такой экзистенциальный пессимизм вдруг появляется на страницах Библии. Так, как к этой книге относиться, а самое главное, какие фундаментально важные вопросы эта книга поднимает. Но к этому мы придем к конце, в самой последней нашей передаче. А сегодня мы поговорим с отцом Сергием Кредичем. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте, батюшка! О предварительных каких-то данных этой книги, вот, для того, чтобы немножко очертить контекст, и для того, чтобы немножечко ввести в курс дела наших зрителей, мы будем говорить сегодня о таком интересном цикле книг Священного Писания, как «Вероучительные книги» или «Книги премудрости». И поговорим вообще о книге «Экклезиаста» именно как о книге, не столько, может быть, о тех проблемах и вопросах, которые она ставит, и не о ее авторе, а вообще, каков ее путь был в канон Священного Писания. Вообще, может быть, для наших зрителей стоит прояснить, это действительно одна из самых таких, из ряда вон выходящих книг, потому что вдруг появляется некий персонаж, некий автор, который начинает говорить о том, что все, суета-сует и все суета, все томление духа, это какой-то такой разочарованный жизнью автор. И как будто бы даже ощущение, что здесь и он доходит до некого такого пессимизма, вплоть до исключения Господа Бога. Ну, понятно, что в 12 главе, заключающей эту книгу, Господь появляется, но... Он начинает упоминаться. Да, настроение такое, что, мол, все в этой жизни страдания и тлен, а кто, собственно, является начальником жизни, начальником этого мира и так далее. То есть здесь и в том числе и какие-то вопросы теодиции будут, мне кажется, подниматься, оправдание Бога. Но давайте вот, в принципе, объясним для наших телезрителей, как такая книга вообще могла появиться в Священном Писании. Начнем, может быть, вот с самых общих. Что это за вероучительные такие книги? Ну, с учительными книгами, действительно, это очень интересно. Это про то, что... Ну, буквально, это назидание и поучение. То есть, а как, собственно, жить? То есть, тут действительно, вот вы правильно упомянули, что мы встречаем некий диссонанс. То есть, до этого Господь творил мир, был потоп, были патриархи. Вот исход из Египта, вот завоевание земли обетованной, вот судьи израильские, воцарение. То есть, происходит действие, не в смысле экшена, а в смысле вот все вовлечены. То есть, либо в положительную сторону они с Господом, либо в отрицательную. Вот они постоянно уклоняются в какие-то культы. Но им в этих культах интересно. Не просто от скуки, а чего мы еще не видели, а вот интересный божок, давайте к нему сходим. Нет, а тут вдруг вот действительно такая мировоззренческая усталость. И действительно, ну вот воистину хорошо и созвучно, что мы говорим осенью об этом. Вот действительно, вот лето, это маленькая жизнь и феерия, вот оно закончилось. И вот мы вступаем и в новый учебный год, и небо становится ниже, и дни короче, и темнеет быстро, и как-то хочется закуклиться, заварить себе чайку и, в общем, посидеть с пледом в уголочке, да, вот то самое... Жилая кусочек Польши. Ну, была такая. Ну, если вы понимаете о чем. Это же называется, лишь бы на 1 сентября в школу не ходить. И в этом плане действительно вот это время молчания и размышлений, да, то есть, если угодно, итогов. Вот тоже церковь в своей мудрости помещает начало учебного года на сентябрь. То есть вот мы подводим итоги, и вот начинается новый цикл, ну или новый круг, опять же, если вы понимаете о чем я. И вот вопрос, как жить. Да, мне кажется, мы стратегически важную ошибку совершили. Мы не сказали вообще, что есть некая структура Библии, и что вот... Ну, я подозреваю, что наши постоянные зрители в курсе про Новый Завет, Ветхий Завет. Мы все надеемся на то, что у нас ширится круг, и появляются все новые и новые зрители, их тысячи, их миллионы. Ветхий Новый Завет, а сами книги внутри этих разделов, они же делятся определенным образом, да, книги закона. Ну, Тора, разумеется. Да, то есть это Тора для Ветхого Завета, Евангелие для Нового Завета. Это книги как раз... Исторические. Для Нового Завета это одна единственная книга деяний. Для Ветхого Завета их там больше. Первая, вторая, третья, четвертая книги царств, параллепоменон и так далее. То есть книга, которая рассказывает историю ветхозаветного народа или Новозаветной церкви. Ну вот Господь дал откровение, теперь надо с этим жить. И как же с этим получалось жить? Вот, да. Потом как раз книги вероучительные или просто учительные. Для Нового Завета это семь соборных посланий и 14 посланий апостола Павла. А для Ветхого Завета это... Ну, соответственно, смотрите. Песнь песней, Экклезиаст, Иов, Псалтырь. И притчи. Притчи, да. И книги пророческие. Ну, тут мы ветхозаветные перечислять не будем, их очень много. Для Нового Завета пророческая книга одна, это «Откровение Иоанна Богослова» или «Апокалипсис». То есть вот такие четыре крупных блока, крупных раздела. И сегодня мы начинаем разговор об одной из книг, одного из разделов под названием «Учительные книги». Я вас перебил. Вот тут вот по условию вас я словил на теме смысла жизни и так далее. То есть вот... Ну, то есть это вот то, с чего начинают. Вот человек только ищет себя в этой жизни или только приступает к изучению Писания, и ему, может быть, сразу глубины не нужны. То есть вначале было слово, и слово было у Бога, и Бог было слово. То есть это каждое последующее слово имеет значение и требует толкования. И это уже такие высоты, как вот символ Евангелиста Иоанна – это «Орел», потому что это богословские высоты, туда вот так просто не поступиться. А вот что следует... С чего следует человеку начать? То есть здесь нету догматики, здесь нету норовоучений, здесь просто как следует жить. То есть в этом случае мудрец, он накапливает мудрость и предлагает нам жизненные стратегии, которые работают здесь и сейчас. То есть понятно, что за нами есть история, и, соответственно, вот не будем делать вид, что Господь говорит только с нами, Он до нас говорил много с кем, и мы должны изучать предыдущий опыт. И, соответственно, есть то, что простирается вперед. То есть то, что будет после, и мы тоже должны смотреть, вот это уже апокалипсис или нет. Но перед этим мы должны спокойно упорядочить, а вот какова правильная стратегия, каков правильный взгляд на мир. И вот действительно, если мы продолжим вот вашу мысль, то надо сказать, что у учительных книг автор – царь Соломон, и они тоже располагаются очень так не случайно. Вот, например, свидетель Григорий Низский говорит, что это ступени. То есть первое – это притчи, это азы духовной мудрости. То есть мы прям берем, и вот какое предложение ни возьми, актуальные по сей день. Просто вот можно брать, читать и делать здесь и сейчас. Потом – это экклезиаст, это такое отрезвление, что вот всем нам свойственны иллюзии, и экклезиаст избавляет нас от иллюзий. Он говорит, вот посмотрите сюда, посмотрите сюда. То есть мы пока еще пытаемся сориентироваться в том мире, в каком мы оказались. Уже потом мы будем говорить о Господе, о вертикали, о пророчествах, об откровении. Но сначала давайте мы разберемся вот с этой жизнью. Потому что если мы ее себе неверно представляем, мы не поймем, зачем нам Господь, что Он хочет нам сказать. И главное, должны ли мы что-то в этой ситуации. Это как вот из серии «А вот лично со мной никто не договаривался, что красный свет светофора означает остановку». Вот не договаривался со мной никто об этом. Ну или более, наверное, часто возникающий сейчас, именно сейчас, в постмодернистскую такую эпоху, с одной стороны, в эпоху победившего такого антропологического либерализма, что меня никто не спрашивал, рождаться мне или нет. Вот. То есть зачем я родился? Вот эта жизнь – одно сплошное страдание, здесь куча зла, здесь куча несправедливости, боли и так далее. Вот. Зачем мне все это? Ведь моего желания никто не спросил, рождаться мне или нет. В общем-то, это очень похоже на настроение экклезиаста. Вот. Отчасти. И, наконец, вот смотрите, Григорий Низкий нам как раз рисует правильную перспективу. Сначала это просто азы мудрости, то есть что для человека ценно. Потом это отрезвление, вот что давайте мы посмотрим внимательно и убедимся, что многие вещи не таковы, каковыми они нам кажутся. Ну и, конечно, песнь песней – это рецепт. То есть, если заметим, автор в книг один и тот же, и они расположены именно вот так. То есть нету ничего случайного, и вот как раз сегодня мы планируем поговорить о середине. То есть мы не будем, наверное, трогать какие-то азы, потому что они действительно азы. Ну вот я писание с собой привез, просто вот открываем книгу притчей. И вот что здесь требует дополнительных пояснений? Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, и тогда рассудительность будет оберегать тебя, и разум будет охранять тебя. Ну то есть, ну что здесь нужно пояснять, что здесь требует толкования? Вот действительно, это та беспроигрышная стратегия, которая вот цена здесь и сейчас. То есть кто бы ей не руководствовался, он преуспеет. Вот вопрос, почему тогда, если это авторство Соломона, безусловно, святого, как для Ветхого Завета, ну как для иудейской культуры, так и для христианской культуры, то почему эта книга не сразу вошла в канон? И вообще почему есть такие книги, как неканонические, и по какому принципу они все-таки, по какому принципу все-таки книга Экклезиаста была включена в канон? Ну в этом плане я бы удовлетворился просто ответом, что вот соборы, руководимые Духом Святым, они чувствуют, даже если это кажется неочевидным, ну то есть казалось бы, вот те читатели и зрители, что с нами давно, они в курсе про апокрифы. То есть банальное такое нормальное желание, вот есть Евангелие от Иоанна, почему бы Евангелие от Фомы не включить? И вот все-таки такая интуиция у церкви была, что вот эти четыре Евангелия мы включаем, а здесь, смотрите, ведь и именами апостолов подписано, и о Христе рассказывают, нет, 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 нет. То есть это такая мистика, и я бы вот придержался именно этой стратегии. То есть если сильно упростить, то либо мы исходим из того, что мы умнее, чем текст, либо мы все-таки говорим, что нет, вот где-то вот мы должны дотягивать, и мы должны вникать в Писание, потому что Писание умнее нас. То есть в этом отношении я бы призвал руководствоваться вот этой интуицией, указал бы, что это вот духом было открыто, и оно там не случайно, потому что одно дело банальности, ну, святые банальности, которые вот есть в каждой эпохе, там, ну, я не знаю, изречения Ларушфуко, или вот карманные Араку, или модные во время Оно Коэлью. То есть вот берем, открываем, и вот видим, ну, это, простите, псевдомудрости, если бы. Вот уже неоднократно прозвучало слово «мудрость», и даже в отрывке, которую вы провели в качестве цитаты, вот эти книги учительные, они еще именуются ведь книгами «премудрости». И понятно, что, ну, или лучше так, непонятно, для нас с вами понятно, а вот для наших зрителей непонятно, «премудрость чья? Божья или человеческая в данном случае?» И если это, скажем, «премудрость Божия, которая себя репрезентует в мудрости человеческой в этом мире, то тогда встает вопрос, что есть «премудрость Божия». Вот вопрос совершенно непраздный для, особенно, отца Сергия Булгакова, например, с его софиологией, да, где «премудрость» рассматривается как некая персонификация Бога, то есть как некая условно назовем там ипостась, допустим, четвертая. Осторожно. Осторожно, да, очень осторожно. Я уже слышу, как несут хворост. Да, за что, собственно, отцу Сергию пришлось извиняться и оправдываться и так далее. Но вот все-таки «премудрость Божия», если мне только не изменяет память, по-моему, в книге пророка Даниила, она возникает именно как персонифицированная, что «я была», она там как бы о себе говорит. Когда Господь проводил линию по лицу бездны, я уже танцевал. Так вот, что такое «премудрость»? Это человеческое Божье, это Божье качество, которое проявляет себя в человеческом, или это все-таки персона? Ну, тут, знаете ли, это разговор не на одну передачу. Я бы сказал так, что порой она предстает как нечто персонифицированное, но все-таки она не выделяется в отдельную ипостась. А что же, как только мы сказали «ипостась», то мы сразу оказались в ситуации Боженного Августина. Тут я спрячусь за статую, когда он размышлял, как это трое, в то же время и единый бог. И вот он шел по преданию по берегу моря и увидел мальчика, который с увлечением бегал от ямки в песке до, собственно, вот прибоя. И спрашивал, мальчик, а что ты делаешь? А я хочу вот море вычерпать и вместить его в эту ямку. Мальчик, ну, несерьезно же. А мальчик как-то вот посмотрел нечеловеческими глазами на Августина и сказал, а ты вот хочешь вместить тайну ипостаси, поэтому вот. Чтобы вот это можно было разложить, вот нет. Тут только через аналогии, во-первых, как с троицей мы поступаем. И второй момент, действительно, ну, в целом можно было бы поговорить, и это было бы интересно, вот и о софиологии, и о реакции академического богословия на софиологию отца Сергия. То есть мы не отрицаем, что София есть, потому что, ну, вот София-премудрость, она в Писании встречается. Она там появляется, и она именно персонификация. Но многие ее отождествляют с Христом. Да. Вот. И тогда получается... То есть божественный логос. То есть вначале было слово, и весь мир сотворен в логосе, то есть в слове Господа. Ну, тогда мы избегаем вот этого, этой западни под названием четверица вместо троица. Ну, в целом мы просто извлекаем бритвокума, если вы понимаете, о чем я, что если одно и то же явление или одна и та же персона имеют несколько названий, то либо надо обосновать, почему это происходит, либо нужно отказаться. Мы, например, не можем в академическом экскурсе использовать воля и валение. То есть либо валение как-то отличается от значения воли, либо должно остаться только одно слово, иначе мы утратим ясность. Поэтому действительно лучше, и если нужен простой ответ, то действительно отождествиться Христом. И опять же, вот я от Писания это докажу. Посмотрите, если мы внимательно посмотрим на первую главу. Слова экклезиаста «сына Давидова, царя в Иерусалиме». То есть, внимание, викторина. Сын Давидов, царь в Иерусалиме. Кто же это? Ну, это Христос. Я, кстати, встретил. А, вот. То есть это Христос судит мир. Это не царь Соломон разочаровался, а это Господь нам указывает. А вот, посмотрите. То есть нам Господь рассказывает, как устроен мир. И отец весь суд отдал сыну, и сын уже изрекает не приговор, а просто диагноз. То есть мы же понимаем, что приговор – это осуждение, а вот диагноз – это констатация факта. Веселись, юноша, в юности твоей, но знаешь, что в конце ждет суд. Но, с другой стороны, не оставляй радости. Это же тоже проходит вот такой красный ничью. Это удивительно, потому что это третья точка зрения. Потому что первая точка зрения, которую я слышу, она общепризнана и везде известна, что это действительно Соломон, автор книги. Потому что говорится… Двух святых глаголов в пророках и в этом плане. Вторая точка зрения, что, в принципе, традиция последующих царей, они все себя считали потомками первого праведника, первого святого царя, царя-псалмопевца Давида. И поэтому, в принципе, это такая традиция, которая могла бы быть. То есть любой последующий царь даже через века мог назваться сыном Давида именно не по, в данном случае не по крови, а по определенному духу и по призванию, которые на него возложены. Вот это третья точка зрения, которую я слышу сегодня впервые, о том, что действительно потомок царя Давида, Давидов сын, это то, что мы потом уже найдем на страницах Евангелия. Ну, очевиднейшие признаки, да, помилуй на сыне Давидов, а сам на сыну Давидову и царственное происхождение. И вот если посмотреть, понятно, что иудеи так не читают, но мы же говорим о христианском понимании. То есть для христианина, потомок царя Давида и, соответственно, царь Иерусалима – это Христос. Ну, уж коли возникла тема мудрости, скажем еще и о том, что это особый род, то есть на еврейском языке эта литература называется хакмической, от слова хакамы, хакамы – мудрецы. И это особый род людей, так же, как и пророки, так же, как судьи, судьи, пророки, хакамы. Вот в данном случае мне было бы интересно, ну, просто прояснить для наших телезрителей, что из себя представляли вообще хакамы тех времен, до того периода времени, какова была их задача. То есть у пророков-то, понятно, сообщить некую волю Творца, Бога людям, да, судьи, соответственно, судить этот народ определенным образом, управлять им. А вот хакамы, их функция в народе иудейском, израильском, она была какая? Ну, если пророки приходили сами, равно как и судей воздвигал Господь, то вот мудрецов приходилось искать, и они были ценны тем видением, которым обладали. То есть он вроде бы не имеет такого прям вот большого веса, который имеет правитель, чиновник, пророк. Вот пророк, он как бы вне иерархии, да, вот пророк Илья в пустыне там сидит, вороны его питают, но в итоге, действительно, когда он возносится, пророк Елисей, его ученик говорит, колесница Израиля и конница его. То есть что толку от колесниц и конников, если покидает нас пророк? То есть все держалось на нем вот в эту эпоху. А вот мудрец – это тот, кто видит мир правильно, потому что это солидная мировоззренческая работа. То, что сейчас, например, ждут от курса философии, но сейчас будет срыв покровов, занимаясь философией по одному часу раз в неделю, правильное мировоззрение не построить. Поэтому его можно только, во-первых, вырастить, как растет семя, а во-вторых, очень важно иметь людей, которые видят мир правильно. Вот тут просто, чтобы не насвистывать с Моцарта, я рискнул предложить звучание Моцарта. Ну, поскольку об экклезиастии и Соломоне мы говорим предметно, то я обращу внимание наших телезрителей на вторую книгу Ездры, неканоническую. То есть неканоническую, это отсутствующее в иудейском тексте. Кстати говоря, преемниками Ездры будут те, кого в Новом Завете будут называть книжники, фарисеи. Да, да, да. То есть это просто вместилище мудрости, то есть это просто большое удовольствие читать, то есть послушать ритм и вот сам строй повествования. А во-вторых, вроде бы он не сообщает нам никаких сведений, но это очень правильный взгляд на мир. Правильный в смысле, что вот адекватный, что вот именно так все и устроено, да. Между тем трое юношей телохранителей, охранявших тело царя, сказали друг другу. Пусть каждый из нас скажет одно слово о том, что всего сильнее, и чье слово окажется разумнее другого, даст тому царь Дарья великие дары и великую награду. И тотчас, написав каждое свое слово, запечатали и положили под изголовье царя Дарья и сказали, когда царь встанет, подадут ему это писание, и за кем признает царь и трое вельмож персидских, чье слово мудрее, тому дастся преимущество, как написано. Один сказал, сильнее всего вино, другой написал, сильнее царь, и третий, сильнее женщины, а над всем одерживает победу истина. И вот царь просыпается, говорит, а что это у меня в изголовье, а это вот телохранители развлекались, потому что было тихо, и у них был перерыв в исполнении обязанностей, ну и царь говорит, призовите этих юношей, пусть они объяснят слова сии. И начал первый, скажавший о силе вина, и говорил так, о мужик, как сильно вино, оно приводит в умрачение ум всех людей, пьющих его, оно делает ум царя и сироты, раба и свободного, бедного и богатого одним умом, и всякий ум превращает в веселье и радость, так что человек не помнит никакой печали и никакого долга, и все сердца делает оно богатыми, так что никто не думает ни о царе, ни о сатрапе, и всякого заставляет оно говорить о своих талантах. И когда опьянеют, не помнят приязнь их друзьям и братьям, и скоро обнажают мечи, когда и срезвятся от вина, не помнят, что делали, о мужик, не сильнее ли всего вино, когда заставляет нас так поступать, и, сказав это, замолчал. И начал говорить второй, сказавший о силе царя, о мужик, не сильны ли люди, владеющие землей и морем, и всем содержащимся в них, но царь превозмогает и господствует над ними, повелевает ими, и во всем, чтобы он не сказал им, они повинуются, если скажут, чтобы они ополчались друг против друга, они исполняют. Если пошлет их против неприятелей, они идут и разрушают горы, и стены, и башни, и убивают, и бывают убиваемы, но не приступают к слову царского, если же победят, все приносят царю, что получат в добычу, и все прочее. И те, которые не ходят на войну и не сражаются, но возделывают землю после посева, собрав жадку, тоже приносят царю, и, понуждая один другого, приносят царю дани, и он один, если скажет, убить, убивают, если скажут, отпустить, отпускают, и сказал, бить, бьют. И сказал, опустошить, опустошают, сказал, строить, строят, сказал, срубить, срубают, и, сказав, насадить, насаждают. И весь народ и войск его повинуются ему. Кроме того, он возлежит, ест, пьет и спит, а они стерегут вокруг него, и не может никто отойти и делать дела свои, и не могут отслушаться его. О, мужа, не сильнее ли всех царь, когда все так повинуются ему?» И замолчал. Третий же, сказавший о женщине об истине, это был Заровавель, начал говорить, «О, мужа, не велик ли царь, и многие из людей не сильно ли ли вино? Но кто господствует над ними и владеет ими? Не женщины ли? Жены родили царя и весь народ, который владеет морем и землей. От них родились и ими вскормлены насаждающие виноград, из которого делают вино. Они делают одежду для людей, доставляют украшения людям, и люди не могут быть без жен, если соберут золото и серебро и всякие драгоценности. А потом увидят одну женщину, хорошую лицом и красивую, и оставившие все, устремляются к ней и, раскрыв рот, смотрят на нее, и все прилепляются к ней более чем к золотую и серебру и ко всякой дорогой вещи. Человек оставляет воспитавшего отца и страну и прилепляется к жене, и женой оставляет душу и не помнит, и дальше прекрасно, и дальше замечательно. И видел я Апамину и царя, царскую наложницу, сидящую по правую сторону царя. Она снимала венец с головы царя и возлагала на себя, а левой рукой ударяла царя по щеке, и при всем при этом царь смотрел на нее, раскрыв рот. Если она улыбнется, улыбняет, улыбается он, если она рассердится, он ласкает ее, чтобы примирилась с ним. Ну, это же прекрасно. То есть, вот, и слог, да, и она била царя, а царь смотрел на это, раскрыв рот, и смеялся. Ну, вот, действительно, это такой взгляд на мир, когда мы приходим к мудрецу, и мудрец в одной фразе сообщает нам целое миропонимание. И в этом функция мудреца. И, заметим, вот, если царь и пророк находят нас сами, и в этом есть повод к оптимизму, да, что если мы делаем что-то не так, то пророк, выразумляемый Господом, нас найдет и поправит. Мы можем его не слушать, но, по крайней мере, Господь даст нам шанс. А вот мудреца надо искать. Но, с другой стороны, ну, это же просто потрясающие формулировки. Это же вот, да, они стерегут вокруг спящего царя, не может никто отойти и делать дела свои, и не могут ослушаться его. А про вино, да, всякий ум превращает в веселье и радость, и человек не помнит никакой печали и никакого долга. Просто в считанные слова умещается вот то, что является квинтэссенцией мудрости. То есть, вот человеку пришлось действительно и побывать на пирах, и побывать в походах. Из чего мы делаем вывод, что, в первую очередь, мудрец – это не теоретик, а это практик. То есть, тот, кто очень глубоко и действительно... Имеет дар видения. Да, вдумчиво всматривается в этот мир и наблюдает какие-то причинно-следственные связи, наблюдает, ну, условно говоря, имеет такое планетарное... Замечает. Потому что этот мир-то видим мы все, а вот замечать закономерности – это действительно особый дар. Отец Сергий, на сегодня вот потихонечку время нашего эфира подходит к концу. Может быть, многого из вступительного мы не обсудили. Может быть, с этого как раз в следующий раз начнем. Мне бы интересно было, было бы важно, вернее, так скажем, сказать о датировке этой книги. Потому что ряд лингвистов и филологов, например, спорят, относится ли это действительно к эпохе Соломона. То есть, в следующий раз мы поговорим об авторстве очень так вскользь. И... Ну, не вскользь, а в смысле широкими мозгами. Вот. Вот. И вторая, думаю, тема, которую мы в следующий раз с вами поднимем – это то, как Экклезиаст и его идея отразились в философии уже последующих. То есть, как они определенным образом преломляются и даже в современном мире. Потому что есть ряд, в том числе современных исполнителей, которые цитируют эту книгу. И, наконец, анонсируя третью передачу, мы... В третьей передаче мы будем говорить о самом главном. Это, собственно, о смысле жизни и о тех экзистенциальных проблемах, которые в этой книге возникают. На сегодня я вас благодарю. Огромное спасибо. А с вами, дорогие друзья, прощаясь, мы создадим небольшую интригу. Вообще, Экклезиаста называют первым экзистенциалистом. Если вы понимаете, о чем идет речь, то есть именно философия экзистенциализма, родоначальниками которой являются Киркигор, Камю, Сартр, Достоевский. Вы можете заблаговременно до нашей следующей передачи ознакомиться с этими именами. Хотя бы зайдите на страничку в Википедии, для того, чтобы наш диалог для вас был более ясен и понятен. Мы прощаемся. До скорых встреч в следующий понедельник. Присоединяйтесь, будет интересно. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...